Приветствую уважаемых подписчиков и гостей канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Российский вор номер один Захарий Калашов, более известный в криминальной среде как Шакра, заявил о несоответствии Армана Джаниняна, бывшего протеже Гули, занимаемому им положению. О своих претензиях Шакра сообщил, 62-летнему вору в законе Атару Таточи, Калужский, перекрестившему Армана три года назад. По мнению Шакра, сегодня Арман не достоин быть вором из-за того, что в лагере, где он когда-то отбывал наказание, в то время гулял хуйней, то есть творился жуткий беспредел, с которым вор был не в праве мириться. Справедливости ради, на тот момент времени Калужский уже не был вором, хоть и продолжал считать себя таковым и в личном плане был безупречен, однако не имел ни полномочий, ни рычагов, чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию. По словам источника, обвинять в этом Армана все равно, что спрашивать сбодри за то, что он, будучи в Красноярске, не разморозил управу, тем более что это намного более свежий пример. Поговаривают, что с тех пор, как Арман вернулся в семью, его дела быстро пошли в гору, и в финансовом отношении, он оказался успешнее многих своих собратьев, с большинством из которых, несмотря на разную клановую принадлежность, у него сложились добрые отношения. Впрочем, Жирок, которым успел обзавестись Джанинян, сам по себе едва ли удовлетворил бы львины и аппетиты вора номер один, который и сам в 2019 году не возражал против того, чтобы Калужскому вернули имя. В любом случае, за его наездом на Армана следует искать, более серьезные смыслы, которые еще только вызревают в гроссмейстерском уме шакра. Одна из возможных целей проявленной агрессии, Атар Таточе, единственный из тяжеловесов своего поколения, при участии которого, были зафиксированы претензии менгрелов к бодри. В этой связи нейтрализовать Атара, путем его дискредитации на примере Армана пошло бы на пользу их, шакра и бодри, общему делу. Вторая цель Намик, который после гули для шакра, с его идеей централизации власти в одних, его, руках, как кость в горле. Не исключено, что в будущей партии, которую шакра рано или поздно разыграет против Намика, Арман станет предметом торга. Что касается лишения Армана воровского титула, о котором поспешили сообщить некоторые телеграм-каналы, его не состоялось. По итогам разговора шакра и Атара, Намик сказал, что судьба вора так не решается. Если кто-то имеет карману, пусть собирает сходку и зовет его официально, либо Намик сам соберет такую сходку, чтобы снять все вопросы. С учетом близости Армана к Намику, который полностью контролирует Турцию, не стоит рассчитывать, что сомнительную инициативу шакра поддержит кто-то из постоянно проживающих там воров.